В демонстрации техники у Дома культуры «Нефтяник» участвовали все крупные управляющие организации, работающие на территории Куйбышевского района. Спецтехнику будут использовать зимой. На смотре присутствовал и персонал этих организаций – дворники и бригады по очистке кровель. На крышах будут трудиться альпинисты, которые уже получили экипировку. Подготовка проходит штатно, то есть люди готовы, дворники все укомплектованы, техника, она есть, формирована у нас две. Так как мы обслуживаем площадь маленький поселок Рыбежный, 24 тысяч квадратных метров всего, убираем площадь, это вместе и ручная, и механизированная уборка. Поэтому две единицы нам, как правило, достаточно. Всего в Куйбышевском районе Самары 826 многоквартирных домов. Половина из них со скатными кровлями, состоянию которых зимой уделяют повышенное внимание. Для очистки снега с крыш сформировали 11 бригад. Содержанием дворов будут заниматься 175 дворников. Для работы в зимний период данными управляющими организациями подготовлена техника в количестве 30 единиц. Из них 7 единиц это собственная техника управляющих организаций. И на 23 единицы они заключили договоры со специализированными организациями для предоставления техники. Количество техники, которые будут использовать при уборке дворов и улиц Куйбышевского района, в этом году увеличили на 30%. Стало больше и дворников. В общей сложности у управляющих компаний города в распоряжении 300 единиц техники и более 2900 дворников. Все управляющие компании готовы к зимним условиям работы. Количество техники соответствует нормативу и количество дворников тоже соответствует. На сегодняшний день в Самаре прошли смотры во всех районах. Уже на следующей неделе коммунальщики должны собраться на площади Куйбышева на общегородской смотр и отчитаться о готовности к уборке снега и наледе зимой. Помимо техники, управляющих компаний представят и спецмашины профильных муниципальных предприятий и других организаций, обслуживающих городские дороги, скверы, парки, набережную, а также пешеходные зоны. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов. События.